Сильный пожар на высоте почти 2,5 километра над уровнем моря практически полностью уничтожил село в Дагестане, оставив без крови несколько сотен человек. Сейчас нам доставляют срочно собранную помощь. Репортаж Гусейна Гусейнова. В течение нескольких часов выгоревшая практически до отлавы сакогорное село Цибари должен прийти гуманитарный груз. Узнав о пожаре из нескольких республик Северного Кавказа и других регионов России в Дагестан выдвинулись колонны с продовольствием и предметами первой необходимости. Пока же, чем могут пострадавшим, помогают родственники и жители соседних районов. Погорельцев, а их более 300 человек, на время разместили в сельской школе. С сегодняшнего дня занятия отменили, и когда они начнутся, не знает никто. В маленьких классах люди живут по 15-20 человек. Пожар вспыхнул в нижней части села накануне около 3 часов дня. Загорелась хозяйственная постройка, в которой хранилась сено. Пламя быстро распространялась, перебрасываясь с крыши на крышу. Дома здесь строят по террасному принципу. Пол одного дома является крышей другого. Таким образом, все село представляет собой своего рода каскад. До приезда пожарных местные жители спасали свое жилье, как могли. Но огонь разгорался с такой силой, что люди едва успевали выбегать из домов, хватая с собой только самое необходимое – документы и теплые вещи. Люди кое-какие вещи вынесли. Успели вынесли. А вот в тех домах, где сгорели дома, ничего не осталось. Зульфия Шейхова пытается найти хоть что-то уцелевшее в ее бывшем доме. За считанные минуты от него осталось груда камней и угля. Теперь вместе с тремя детьми и мужем она живет в маленьком школьном классе со своими односельчанами. От огня удалось спасти социально значимые объекты. Это школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт. Пожарные расчеты, выехавшие на тушение, добирались до села 4 часа из соседних районов. Отдаленных и высокогорных сел в Цунтинском районе много. Здесь собирались до конца года открыть пожарную часть. Но, как говорят специалисты, даже пожарные мало что смогли бы сделать. Огонь распространялся молниеносно. Основной вещью сложности было то, что удаленный водоисточник для забора воды. Около 5 километров приходилось пожарным машинам выезжать, чтобы набирать воду. Прибывший на место трагедии глава республики пообещал всячески помочь пострадавшим. До наступления холодов будет решен вопрос с жильем. Сейчас надо думать о том, как восстановить село. Первый шаг мы приняли специальное решение. Мы выделяем каждому пострадавшему 10 тысяч рублей единовременной помощи, 25 тысяч рублей на одну семью. По предварительной версии пожар мог возникнуть по нескольким причинам. Это либо короткое замыкание, либо неосторожное обращение с огнем. На месте возгорания работает группа экспертов в лаборатории МЧС, которая и должна выяснить все обстоятельства случившегося. Гусейн Гусейнов, Альберт Магомедов и Руслан Ахмедов. Первый канал. Дагестан.